Челлендж Надо смазать, наверное Гвозди, я искал гвозди Гвозди Выиграл ты Друзья, всем привет Ни для кого не секрет, что мы периодически делаем контрольные закупки То есть я ищу какого-то своего знакомого Знакомого знакомых, я выдаю денег Он оплачивает, для него делают всю эту заявку Все начинают работать Никто ничего не подозревает Точно так же было и в этот раз Челлендж Суть челленджа Я оплачиваю две одинаковые заявки Нужно найти нечто живое до 7 на автомате Задача, чтобы кто-то рандомным образом взял эти две заявки Нужно было найти максимальное количество автомобилей Из того, чтобы быстро поехать за день осмотреть Кто больше автомобилей осмотрит Той паре, имеется ввиду менеджер и технический специалист Идет от меня личный бонус в 10 тысяч гривен Друзья, у нас есть три основные услуги Ну как они не основные Скажем, самые распространенные Это три услуги Это эксперт на день Это разовый осмотр автомобиля Или же выездная диагностика И выбор под ключ Выбор под ключ это когда мы сами все делаем за человека От начала общения до получения номеров То есть мы везде с ним на каждом этапе показываем Куда смотреть, где принимать решения, ключевые и все остальное Разовый осмотр мы все говорим про автомобиль какой-то конкретный Она же есть выездная диагностика какого-то автомобиля Но есть еще эксперт на день И вот здесь вот очень много людей хотят схитрить Втулить в этот эксперт на день 20 машин осмотреть Для того, чтобы получить максимум Задумка классная Мне тоже пипец как нравится Только есть один момент Нужно со всеми договориться Нужно везде сконнектиться И попробовать сделать так, чтобы осмотреть хотя бы что-то В данном случае это видео посвящено тому количеству автомобилей Которые можно осмотреть за день И если эта машина не подходит по нашим параметрам То задача технического специалиста сказать Почему этот автомобиль не подходит Аргументированно Ну и чтобы не было такого, что Ай, не хочу Почему не хочу? Скажи, дорогой Так вот Сколько можно посмотреть автомобилей за день Даже вот таким модным перцем, как мы Потому что у нас опыта дофига и трошки Вот именно об этом сегодняшнее видео Я понимаю, что весь банкет за мой счет Потому что для того, чтобы это была не поддельная реакция То это я плачу вообще за все Какую хуку подвязывается Знаете, совсем не бита, не крашена Это так сразу звучит А вы представляете, если они ее найдут? С первой, да? Таких заявок у нас Это просто топчик И она сразу же отстрелит Вот я точно говорю, что она уйдет сразу Но это машина То есть если мы такую найдем То мы красавчики Но вопрос здесь заключается в том, что Эксперт как минимум должен сказать Почему эта машина не подходит То есть не то, что там пришел Так, это говно Это не хочу Нет, почему, дорогой Не подходит То есть если она не бита Он должен без толщиномера пробежаться Посмотреть А у нас они все видят Когда особенно вот Плохо делают Там типа зашкурят Типа вот здесь вот Крашена А почему крашена? Пилик Бздынь Вылетают цветные картинки И все И сразу едем дальше На осмотр следующего автомобиля Ну это идеальный план Идеальное развитие события А как вот оно будет Я понимаю, что все пойдет совершенно не так Парни те, которые выбирают заявки И парни те, которые исполняют заявки Именно у нас все в куче здесь есть? Да, все сейчас здесь В одной комнате сидят Надо посмотреть максимальное количество автомобилей За день По заявкам И если машина не подходит То надо обосновать И рассказать, почему эта машина не подходит И едем смотреть дальше Если находим Окей, красавчики Если Короче Побеждает тот, кто Осмотрит Больше всего автомобилей За один день Ходит бонусов 10 тысяч гривен Даже если эти заказчики не отзываются Я так понял, что они не сильно часто отзываются Мы к этим машинам Запросто можем Предложить кому-то другим К другому Потому что у нас таких заявок десятки Он должен объяснить Почему этот автомобиль Не рассматриваем А идем дальше Теперь подбора Найти автомобиль До семьи И тысяч долларов На автомате Не битый Не крашеный А если 7500 То есть торгуют на 7? Да на здоровье У нас же Хоть она 12 То это забираем за 7 Вариатор робот Считается? Вариатор Считается Робот Тоже считается Потому что У машинки Есть две педальки Хорошо Ну что патаны Удачи вам Держу за вас кулачки Скристил пальцы даже на ногах Удачи вам всем Очень важно понимать Что подбирать Допустим Живой автомобиль До 7 Сегодня реально Но подбирать Живой Силик Только до 7 Это невозможно И мы готовы Подбирать автомобили В сегменте До 7000 шлойеров На автомате В шлойеры Чтобы они будут живые Но при этом Мы понимаем Что искать Отдельную марку Модели К сожалению Мы не можем Иван Вас будет болезненно Владислав Не тупи Итак В челлендже Участвует Команда номер один Антон Харизматичный Опытный эксперт Закрытые заявки 157 штук Владислав Менеджер среднего звена Опыт работы Несколько месяцев Команда номер два Эксперт Ярослав В душе Он француз 124 элегантно Закрытые заявки И в комплекте Менеджер Иван Работает немногим Более месяца Не прошло и 5 минут А у первой команды Уже есть авто на осмотр Вторая команда В шоке Сколько это Киария Киария на 11 Полненадцать После этого Есть еще один Блин А у меня А у меня Здесь будет Какой-то осмотр Это удобно Блин Сейчас Иван Механику искал Механику Там у меня Такая красота И Фаби И акценты Все как положено Иван Надо коробка Автомат Что ж ты так Видишь Утренняя Дает результат Почему ты еще не едешь Потому что у меня Много классных вариантов На механике Правильно Ожидаете ли вы что победите Антонио Бондариса Знаешь что было С последним менеджером Как? Что? Нет его больше У нас в офисе Ю Все настолько серьезно Это из-за Подбора Хороших вариантов Нет Из-за длинного языка Извиняюсь Насколько быстрее Сегодня будут осмотры? Максимально быстрее Что? Бампер выпадает по цвету Но ничего страшного Машина сниновая Задние крылья тоже выпадают Задний бампер тоже выпадает Фары целые Тоже для этих годов Уже фары В целом принципу Жизнь у этой машины есть Крышку крутили У нее снимали Что здесь? Кто здесь? Значит какие-то Среди ремонта были Вот здесь у нас с ними Срегментировалось тут все Шпаклевалось, красилось Нищие обработаны С жопы она получала когда-то Пытались тут сделать Красиво Но ничего не получилось Шпаклевано много Крашено плохо Коррозия уже нашла На ленджероне ДМК не наблюдается Редкий случай За 6500 за выше Ну как мне кажется что да Ту-мач Дорого Некачественно Ну пробег похоже Что родной Переоценю 6500 за полмашины Как-то дорого Продолжение следует 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 По мотору он тоже Сухой у нее У нее только течет Гидроусилителю Вот такая вот машина У нее ценник Около пятерки Вот как полез лак Уже вот с этой стороны Тоже лезет Все Красилось Вот сюда Смотри Вот где ремонтировалось Это Тоже это уже лет Среднение Вот видно Как все красили Тут запиленные пороги Как по мне Это намного лучше Чем Ну Вообще Ардженти Самного лучше Чем Блантер Девятый Он целый Он не гнилой Дешевые запчасти Их ценники Идут От пяти тысяч Первой командой Осмотрено два автомобиля А вторая команда В это время Даже еще и не выезжала Ну что Как дела Сколько Посмотрим А вот так считается Кстати Осмотр Ну да Тогда много уже А у тебя как Две Две уже Две Капот Выпадает под свет Сразу же нам открыли капот Ребят легкий лайфхак Для того чтобы продать машину с цветным капотом Вы его просто откройте Оттенок вот очень часто не заметен Вот если стоит два рядышком крыло и капот Оттенок виден Но если капот приподнять на сантиметр Уже такого оттенка видно не будет Капот скрашенный Теперь уже можно его и открыть Капот Здесь целая крышка Двери зацарапаны Пороги Целая Ой-ой-ой-ой-ой На климате Нет Это прям вообще Так Тут здесь Целая Тегровика ее родная Здесь тоже сарапаны на ней есть Шторы на месте Целая крышка не снималась Тегровика не крутилась Задний партроник Работает? Да Конечно Конечно Если надо будет там подъемник наберем Что машинка хорошая Нет только доказательств Замены ремня ГРМ А так прыщики Очень даже да Крыло левое крашено Плохо Шпаклевано много Бампер Выпадает по цвету Капот выпадает Крыло выпадает Комплектация хорошая Переоцененная Уже три осмотра у первой команды А вторая Только готовится к выезду Блин Ну как это выбирать Если я уже по фотографиям вижу Что там уже хламидо Алла Доброго дня А ты выполнишь еще до продажи автомобиля? Питкажит взагалее А что до его стану? Будет бы что-нибудь накрашены Это справедливо так? Я бы заточу О, шикарно И давай до этого еще что-то Да, он сказал, что через два часика Первая команда вообще красавчики Они уже договариваются за четвертый осмотр Четвертая машина приезжает прямо в офис Вторая команда, конечно, не скрывает зависти Все, сюда сейчас ему приедет машина уже какая-то Он не уезжал Следующая тут После этого тут еще рядом есть В неравных условиях Ну, я думаю, не страшно Что-то придумаем Если бы чуть больше времени на подготовку Было бы, конечно, интереснее А так, грубо говоря, с утра пришел Говорят, все, мы играем Вот такие условия Что ищем, непонятно Где ищем, непонятно Размытые рамки У нас только автомат И все Из критериев И до 7 тысяч долларов Там все есть Там каких годов Какие моторы Вообще непонятно Там вариантов может быть миллион Уже есть у нас ноут И дальше у нас микро Непонятно где А потом еще три И настроение Ярослава просто улучшилось Я всегда настроен на победу На самом деле времени у них очень мало И еще и заказчик опаздывает Осмотр очень сильно сдвигается И естественно сдвигаются Все остальные осмотры Дверь тоже хорошо Есть царапина Через две двери Она глубокая Тут вставка Она вся сморщилась Пороги тут запиленные Значит здесь дырка В ковре Сидушка целая Боковушка целая Без дыр Руль пластик целый Так болты здесь не кручены Здесь проемы все хорошо Запаска Там кратство есть Коврик конечно Вот он изнутри выглядит Как-то вот так Грибы Это грибы Вот уже коррозия пробивается Целая 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 Дверь тоже целая Очень хорошо У кого-то еще там зима Машина получается Вся целая Она не окрашенная Так По мотору Это работает ровненько Хорошо Без посторонних звуков Все здесь целое Капот не крученый Ниссан микро Восьмой год На слабом моторе Самая пустая За 6,5 это дорого Но целая Не прошло и столедным Так моторчик Клапанная крышечка сухая Тут выглядит все классно Крышка ГРМ потеет Задняя сторона Это видно Тут ничего не откручивалось Тут ничего не откручивалось Стоечку Открасили с баллончика Подкрашивали карандашом Глубокие царапины Открасили с баллончика Диск Капот Подкрашивали лаком Не снимая Но в общей критине Выглядит все неплохо Есть два Подкраса по лаку Это не критично Конечно Подвеска вся покрашена Блин С баллона Тут естественно Ничего не откручивалось Тут все хорошо В принципе Общее состояние Достаточно неплохое Сиденье Как всегда У них изнашиваются Вот эти боковинки Очень быстро Вон оно уже Как марля какая-то Вот этот поломанный Тут ничего не красилось Двери не откручивались Ничего не откручивалось Да Тут по тойотовски И все Как обычно Покрашено все Поверху С баллона Тоже подвеска Все покрашено С баллона И так в принципе Тойота Как Тойота Кузов хороший Хороший вариант Ну нормальный вариант Сверху Относительно живой кузов Технически Но это Тойота С ней там мало что может произойти Не самый удручающий вариант Но мне не понравилось две вещи Мне не понравилось как установлен газ И мне не понравилось то что все днище машины Вся подвеска Все прям поверх Ну так задуто с баллончика Это перекупская тема Это нехорошо Это некрасиво И плюс Не верится в такой пробег Потому что Опять так Там сто с чем-то тысяч Сто двадцать Или что-то такое Ну как бы у них Да слабые салоны Но Как бы они все равно за такой маленький пробег Они так сильно не ржавеют по днищу Элло Добрый день Еще раз Звонили вам по Nissan Note Да На кузове множество царапин Разных сколов Ударчиков А тут Ногтями вообще Зацарапано дико Тут вот скол Вмятины Ну короче Тут нормально она поездила Хорошо Может что ее и не красили Это не серьезное повреждение Ну так Косметика Тут то же самое Все в заводе Все в оригинале Ну короче Краска вся заводская Бампера Тоже похоже все по заводу Вот тут чуть лампа Фара Пластик немного Отклюнулся Так Тут тоже вот такой вот нюансик Есть Раз Два Сидение в нормальном состоянии Рулёк шитый Уже перешивался Клапан то я смотри сухая клапанная крышка Пол коробки Тоже сухая Кассета радиатора Вот тут все чится Верхняя часть Мне не нравится Свеженький фильтр Масляный Меняли Так Бодро За свои деньги Стекла Кстати все По заводу Еще за свои деньги Прям Вариант А4 Пятый год Вся в родном окрасе заявлено Это вот действительно проверка на удачу Сейчас посмотрим Пока завод Пока Есть царапины под ручками Ну понятное дело Вот эта дверь Немножечко ниже сидит Оно и видно Мы уже посмотрели Она даже Не сразу Закрывается Капот все таки обливали Подкрашивали? Да Так Красота Ауди А4 Пятый год Да Был интересный вариант Потому что Ну она целая Вся по кузову Что удивительно Крашенный от сколов Только капот Пробег там был заявлен 207 тысяч Ну мы все смеемся Потому что это двухлитровый дизель С Европы Возможно я бы ее рекомендовал После более детального осмотра Так 308 СВ Одиннадцатый год Дизель Хороший вот этот дизель Который на них идет Пежо Пежо вообще Шикарный вариант Сказал продавец Что Ну оригинальная фарба Машина не крашена Взагали Машина матовая С баллона покрашена Вся Ну пол машины так точно Кстати Единственное что У нее салон хороший Самый ухоженный Самый целый Мандео Седьмой год Пригнанный с Европы 2 литра турбодизель 185 тысяч пробега На самом деле 285 Уважение Коллеги и коллеги Скажу 284 тысячи Вредного пробега Угу Если там 100% По сервису По форду Бьется Кстати Спасибо продавцу Он понял Когда что это подбор Он сам сказал Что 100 тысяч Там чуть-чуть Не хватает Но это его все равно Не спасает Салон тоже такой себе На троечку Ну я бы не рекомендовал Потому тоже Пролистываем Скажем что 3 штуки посмотрели А по факту сколько 5 Уже 5 Уже 5 И еще шестую У нас забронирована На осмотр В принципе в любое время До 6 Я думаю Сейчас что-то еще найдем А у тебя сколько? Это что-то не густо пока Пока нет 3 Сейчас поднажмем Не, не переживай У нас разбросы Тупо по всему Киеву У меня пробег До конца дня будет 150 Не меньше Не, вообще У меня тоже Крыло 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 По салону Сиденья Целые Руль Кожа Руль оригинал Руль не перешивался Кнопочки Подзатерты Прычаг Чуть-чуть Тоже подзатерты Ничего Серьезного Расширители Покоцанные Вот видно Мусор Видишь Смотри Все Все Обычки Накрашена Есть Нюансы На Машинка Неинтересна Потому что Она Крашена У нее Крашена Два Бока Так Она В принципе Нормально Просто Укатана И Химчистку Что Делать Ну Шо Там Я Пять Машин Затряли Шо Там Ты еще раз Смотришь Да Есть Еще Сейчас Смотрю Еще Ай-20 И Потом Еще Будет Один Автомобильчик Ну У У тебя хоть какие-то есть рекомендуемые А у меня нету никаких нормальных Да Они не могут быть рекомендованными Потому что Нету Подъемников Понимаешь Есть так Приблизительно Ну если приблизительно То да У меня одна есть Если приблизительно А шо у тебя еще много? Да Нет У тебя спрашивают Сколько Закончили Ну У меня еще две штуки Это Сколько мне? Надо еще Девять будет Хендай Ай-20 Заявлено Как официальным автомобилем Заявлено Как не бит Не крашен С двумя Владельцами Одиннадцатый год Плохой Просто Не очень вариант Потому что там 196 тысяч Пробега Но там больше Она с Европы Она вся покрашена Не очень качественно Салон плохой Убитый Под капотом Все ужасно Все мокрое Короче Грязная Ну нет Я даже не спрашиваю Сколько ее отдадут Потому что Плохая Гвозди Я искал гвозди Гвозди Полу гнилой Порог вставленный Крашен частями Все плохо Там вообще ужасно Это не говорится Просто люди обычно Так объясняют Нет что бы сказать Там-то там-то Ориентир Такой-то такой-то Вот едете Вот там будет Вот такое разветвление Вот там вот так Тень падает Вот туда поверните Какими ребусами Какими ребусами Или адрес мотай Или Тимофей Слышишь А там Какая у них реальная картина Нисколько уже машин посмотрели Я доверяю конечно всем Но надо проверять Еще Вот площадка Ага Красенькая Интересная комплектация Антикрыло Люк Бесключевой доступ И Что самое прикольное Вентиляция Сидений В принципе Покрашена нормально Люк Целый Тут пятнышко есть Лак немножко Это полез Крыло И то крыло переднее Красилось Вот 600 Микрон Вот тут пробивается Чуть-чуть Поклевывали Тут Ничего не откручивалось Хоть оно и крашено Ничего здесь не отнималось Дополнительная Сеточка Установлена Чтобы крупные Насекомые Не били соты Рычажки Как всегда Для японцев Ржавые Это норма А какой Ценник у вас там Напомните стоит 7 Ну Я хочу сказать Что машина Хорошая Несмотря на возраст Ну реально Видно что следили Даже те подкрасы Которые там есть Они сделаны очень хорошо Ну Явно они экономили Это лучшее за целый день Мы сегодня с 9 утра Смотрим машины Вот так Подряд 500 Гучи Гучи Ну такой прикольный Видно Вот это Крашено Да Капот целый Капот не крашеный Фары потесоченные Конечно такие уже Их надо бы полирнуть Крылушка Это Она шпаклевана Видишь здесь Угла нету Руль Оригинал Руль не перешивался Ремонтировался Просугол Куда ему прилетело По салону Сзади В принципе тоже Все целенькое Красивенькое Заднее левое крыло Получается шпаклевано По жопе Получила По задней левой части Эта сторона в него целая Та сторона Крашеная Крышка багажника Да он Ну покосан Я же говорю Заднее левое крыло Крашено шпаклевано Задняя крышка багажника Шпаклевано или нет Помнишь? Да Как думаешь? Что? Мы Или они Ты Выиграл ты Я выиграл? Я откуда знаю Сейчас я узнаю Блин, сейчас что-то Как только приедут Ярик Жульничал Не знаю как Но он слишком Много Осмотрел В одном месте типа, да? Я не знаю Счет 7-7 До конца рабочего дня Остается еще 30 минут И менеджеры тоже Не теряют надежды Ну я шею Покажи еще одну Ну я шею Ты в следующий раз сядешь И будешь со мной ездить Выкусить вот этот вкус Я на Урлоу Заку все таки сходил Три минуты пешка Так, да Сколько там осталось времени Всех условий Когда сказал, что можно На свои мужчины и так И после рабочего дня Поком с рабочего дня И после столько Ну, тогда кто быстрее последний ассос сделает. И того будет деньги. Или кто больше до конца нет. Футбол уйдем. А я тут процессор перебиваю. 7 машин. Честно? Честно. Круто. 1,7. Если бы сила бензина и день был безлимитных. Я вымотан их сегодня на 153%. Получается поровно. Есть ведь Карол? Да. Видишь, как хорошо. Карол есть на весь. А? А уже джентльменское рукопожатие. Вы можете собраться вместе. Приз не получил никто. Осмотрела одна пара 7 автомобилей. Осмотрела вторая пара 7 автомобилей. Говорю, пацаны, проявите смекалочку. Все уже были уставшие, феревшие. Или же не знаю, по какой причине они не захотели смотреть еще одну машину. Хотя в элементе, честно скажу, можно было выйти, посмотреть на улице абсолютно любую машину. И просто выиграли бы. Но как-то на самом деле автомобилей было пипец. Там около 40 в списке у каждого. Путем отсеивания. Ну, мы уже вытягиваем историю. Это всякие базы данных. Это карвертикал. Это обращение к базам официальным. Это расчет стоимости автомобилей. Производился, не производился. Это вытяги со страховых компаний. В общем, когда владеешь вот этой информацией в совокупности. Когда она есть в таблице по каждой машине. У кого меньше всех погрешностей, то ты красавчик. Были варианты, когда смотрели 10 и 12 и 15 машин за день. У нас есть видео на канале, когда мы там для одного автопарка выбирали автомобиль. За два дня выбрали, зарегистрировали. Не помню сколько, но там пипец. Больше десятка автомобилей. Это вот то, что было не предварительно осмотрено, а осмотрено с подъемником. Ну, то есть первоначально те, которые мы понимаем, что треш по кузову, мы их отсеиваем. А те, которые хорошие. Короче, кто не видел, вот ссылка. Можете пойти посмотреть, чтобы я долго не рассказывал. Ребят, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи на дороге. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Компания Динавто. Всем пока-пока.